Наш родной край так богат на красивые места. И сейчас я спешу открыть для вас уникальное место, жемчужину Востока, озеро Алаколь, известное как Лечебное озеро. Идем, идем, не отставай. А вот она какая, жемчужина Востока, озеро Алаколь. Знаешь, я здесь первый раз в жизни, и я, наверное, многое потерял, то, что первый раз сюда приехал. Такая красота. Молоколь начинается со справочного центра «Туристинфо», где тебя встретит радужной улыбкой милая сотрудница. Радует, что есть возможность узнать об этой местности более детально. А если нужно, выбрать для себя базу отдыха по разным ценам, смотря на личные предпочтения. Тут же можно приобрести красивые сувениры на память. В общем, все условия для первопроходцев, для таких, как я. После купания в озере не надо бежать в душ. Хоть и вода озера слабосоленая, состав этих солей таков, что эффект стягивания кожи, как, например, после морской воды, отсутствует. Напротив, эти соли оказывают на организм исключительно благоприятное воздействие. Если существует рай, мне кажется, рай находится именно здесь. Как говорят казахи, «Кургенди Армандо, курмегенди Армандо». Чистый степной воздух сам по себе создает исключительно благоприятные условия для отдыха и лечения. Ведь в радиусе 600 километров здесь нет никакой промышленности. Вот именно поэтому здесь можно просто гулять, дышать и забыть навсегда о проблемах с легкими и астмой. И надо все-таки полезно выбираться из серых бетонных блоков. Как богата наша область на такие красоты. Название озера с казахского на русский язык переводится как «Пестрое озеро». Озеро по величине занимает второе место среди всех внутренних водоемов страны и располагается на высоте 350 метров над уровнем моря в окружении величественных гор Чугарского Алатау. Что примечательно, это единственное в мире озеро с черным пляжем из хорошо окатанной гальки и гравия. Именно такая картина была раньше. До создания инфраструктуры, до создания условий для курортного отдыха на берегу озера Алаколь. А сейчас мы увидим другую картину. Озеро преображается и создаются все условия для прекрасного отдыха на прекрасном берегу данного озера. Насыщенный, чистый степной воздух и прозрачная вода. Невероятно красивые закаты. Яркое солнце и целебные свойства воды притягивают все больше туристов из года в год. Эх, радуется душа! По преданию, казахские войны после битв с чугарами лечились, восстанавливали свои силы в водах Алаколя. Сам Чингисхан останавливался здесь со своими туменами для исцеления от слабших воинов. Старые сказания гласят, озерная вода наделена волшебной силой, помогающей снимать усталость, нервозность, справляться с болью в суставах. Она дарит прекрасное настроение и хорошее расположение духа. Друзья, мы сейчас в данный момент гуляем по красивому Арбату. Это центральная улица на озере Алаколь. Раньше, всего лишь несколько лет назад, здесь была пустынная дорога, бездорожье. Не было ни брусчатки, ни асфальта. Здесь ездили в наглую автомобили. И людям просто негде было ходить. А сейчас мы видим красивый Арбат, который удивляет гостей. Своим изяществом, дизайнерским подходом самое главное. Озеро Алаколь развивается активно и будет еще дальше развиваться с такими темпами, что очень радует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Хлоридно-натриевые соли, содержащиеся в озере, оказывают прекрасный тонизирующий эффект. Именно поэтому алакольские грязи успешно применяются для лечения различных заболеваний. Кроме того, в целебных водах Алаколя продуктивно излечиваются хронические заболевания органов дыхания и кожные недуги. О лечебных свойствах лечебной грязи озеро Алаколь сказа немало. И сегодня я хочу проверить это лично на своем опыте. Идемте. Наверняка все слышали про знаменитую грязь Алаколя. Грязи тут сероводородные и немного попахивают, конечно. Признаюсь, после процедуры моя кожа стала нежной и приятной на ощупь, хоть и смывается тяжело. Такое ощущение, будто мажем на себя глину косметическую. И, конечно, присутствует некий запах. А теперь, дорогие друзья, нужно немного подсохнуть, чтобы ощутить всю гамму полезных свойств, как говорят местные жители. Отдыхающие уже давно подметили, что если как следует отдохнуть на Алаколе летом, организм лучше противостоит сезонным инфекциям в холодное время года. Ну что, друзья, все, я обсох. Теперь пора смыть с себя эту грязь. Субтитры подогнал «Симон» В центральной части озера расположен архипелаг из трех островов, на территории которого в 1998 году был создан Алакольский государственный заповедник с уникальной флорой и фауной, куда запрещено даже приближаться на 2 километра. Это бастионы неприступности, острова, таинственно темнеющие вдалеке или птичий базар, как говорят бывалые, величественные пеликаны и бакланы, единственные в мире реликтовые чайки, главные виновницы создания строгого природного резервата. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мне кажется, самое время немного посозерцать, какие же красивые края у нас все-таки. Субтитры подогнал «Симон» По счастливой случайности мы сегодня попали на фестиваль Алаколь-Алаулара, который ежегодно проходит на берегу данного озера. Ну вот и все, закончился мой отдых на берегу жемчужины восточного Казахстана, озера Алаколь. Теперь я понимаю, что упустил многое. Мы часто грезим о чем-то далеком, заграничном, когда у нас под боком есть такие красоты, как озеро Алаколь, например. Все мои слова восхищения, что озеро замечательное, будут для вас пустым звуком, ровно до тех пор, пока вы сами тут не побываете. А когда побываете, я уверен, оно на всю жизнь станет для вас действительно замечательным и любимым местом на земле, как и для меня сейчас. Я открыл для себя жемчужину Востока, прекрасное озеро Алаколь. Приезжайте сюда, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Алтай. Дело тонкое». Впереди все самое интересное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok